Всем привет дорогие подписчики и зрители канала Спасного Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Railway Empire. Ну что же, мы с вами развиваемся в 1910 году, сейчас мы с вами накопили уже деньжата для того, чтобы построить здесь небольшую станцию, провести дороги с ротоном и сюда до Денвера и возить пшеничку, чтобы делалось пиво, потому что у нас проблема с пивом. Так что строим маленькую станцию. Эффекты соединения я уже здесь не дождусь, поэтому просто берем и соединяемся. Наверное пока как-то вот так будем делать и как-то вот сюда. 45 тысяч. Покупаем. И второй путь уже отсюда. Сюда же. Тоже покупаем. Осталось лишь 5 тысяч. Это конечно очень маловато. Пока займемся семафорчиками. Дальше надо будет еще построить башню. Обязательно. Потому что здесь одной башни явно не хватит. Надо будет наверное еще где-то примерно построить ее вот здесь. Ну и нужен будет склад в Денвере. Потому что пшеничку возить надо будет несколькими составами. Но опять же 120 тысяч надо будет только на склад накопить. Так, сточков инновации у нас есть. Но нам нужно 200. Так, кто еще тут у нас прибыл? Рекламист и аналитик. Не тот, не тот. Нам в принципе не нужен. Пока у нас перевозка грузов. Ну уже можно сказать, что 500 вагонов перевезли. Да, хотя уже начался 1912 год. А квартальная прибыль у нас всего лишь 416 тысяч. Мы даже к миллиону не прибавились. Машинист прибыл. Машинист давайте возьмем. Наверное вот сюда. Нет, сюда мы машиниста не берем. Не подходит, к сожалению, машинист. Давайте тогда вот сюда попробуем поставить. Поломался. Из-за чего ты поломался? Скажи мне, друг мой. У тебя здесь есть станция ТО. Ты почему-то ломаешься. Так, у нас что? Мало мяса? Да, мяса маловато. Ну вроде как здесь два состава мотаются с рогатым скотом. И они постоянно ломаются. Неужели из-за непогоды? Железо и уголь в скалистых горах больше шахт. Так пока никому не надо. Новые месторождения угля и железной руды. Но их разработка будет выгодной только тогда, когда близлежащие города достигнут определенных размеров. Теперь это ваша цель. Да-да-да. Строим, значит, склад за 120 тысяч. Ну и дороги. Так, я хоть соединился-то? Нет, нифига не соединился. А вот тут соединился. Так, примерно вот сюда. 22 тысячи. Да, нам бы, конечно, пивасик-то пригодился. 60 тысяч. Рост тут встал и все. Склад сырья. Подожди. Склад сырья. А что тебе требуется? Железо и уголь. Да ладно. Железо и уголь. Ну, в принципе, железо здесь недалеко. Уголь, конечно... А, тут железо вообще недалеко. Вот тут надо будет строить еще один склад для Шаен и сюда возить железо. Вот с этих вот складов. Вернее, с этих производств. Потом их же купить. И развивать. Ну, это будет классно. Но пока давайте разбираться с пивом. Первым делом с пивом. Так, семафорчики. Тебя снесли. Поставили. Отлично. Станции ТО пока там не будет, потому что не хватит нас деньжат. Но надо будет уже накопить на локомотивчике. И пустить... Только сначала надо указать здесь пшеницу. А то сейчас будет там весело. Поедет пустой состав без ничего. Что у нас здесь со складом копится? Сахар копится. Сахар начинает копиться. И это нехорошо. Что сахар начинает копиться. Это нехорошо. В Шаене он получается уже нафиг не нужен. Этот сахар. Да, у него прям тут уже переполнен. Скоро кукуруза будет переполнена. Саботажник. Нет, саботажник пока не нужен. Но вот этот вариант с железом, это конечно хорошо. Это прям замечательно. Трудности в Шаен. Ух, я и не знал, что твои дела идут так плохо. Да что ты говоришь. Так, 35, 70 тысяч. Но я думаю пока тут мы с вами сделаем состав этот. Мы накопим деньжатом. Так, вагон, холодильник. Настроить путь. Отсюда. Сюда. На склад. Поехал. Нет, не хватает деньжа. 200 очков инновации у нас есть. Берем. Дальше здесь. Скоро обслуживание поездов на 25%. Расход воды и смазки. Оплата за перевозку грузов. Это все замечательно. Так, все, поехал. Замечательно. Теперь надо будет копить здесь на склад, чтобы здесь можно было возить железо. Выкупать предприятие 250 тысяч. Желательно бы, конечно, лучше их выкупить. Изначально. Йоу-майо. 857 тысяч. Это, конечно, круто. Лучшим вариантом, конечно, будет здесь купить. А у меня нет, кстати, облигаций. Кстати, кочегар прибыл. Попробуем поставить сюда кочегара. Облигации. Может, я какие-нибудь облигации погасил? Нет, я никакие облигации еще даже не погасил. Блин, у меня нужно по-любому предприятия вот эти покупать. Вот эти вот карьеры. У меня же по заданию произвести 10 грузов железа в неделю. Так, охранник. Охранника можно будет взять вот сюда вот. Получится поставить сюда охранника? Пойдет. Пойдет. 120 тысяч у нас уже есть. Мы с вами можем, в принципе, построить склад. А вот купить я его, наверное, не смогу. У него уже на 8 тысяч цена поднялась. Если бы я смог взять облигации. Но я пока, наверное, построю склад и пока железо сюда пущу. Вот это будет лучшим вариантом. Потому что потом сюда еще можно будет пустить дерево. Я, наверное, сейчас сразу здесь укажу. Дерево и железо. Все по-максимальному. На станцию пока не хватает. Тут еще нужна станция ТО, блин. Вот здесь вот. Там нужна станция ТО. Так, сколько у нас уже перевезено? 508 вагонов всего лишь. Маловато. Это очень мало. Титаник затронул после столкновения с айсбергом. Маленькую станцию строим. Так, ну, конечно, нам тут не нужен. Без всяких мостов. 50 тысяч. Круто. Ну, так-то, в принципе, неплохо идем. Мне столько не нравится, что у меня нет на двух складах ни одной станции ТО. Вот это мне реально не нравится. Плюс еще дорога 50 тысяч. Это очень много. Нет, стоп. Не так сделаем. Лучше отсюда и вот сюда. Еще 50 тысяч. Да, это круто. Это круто. Ну, в принципе, копится уже неплохо. Копится уже неплохо. Кукуруза, наверное, сахар здесь уже в достатке, да? Нет, кукурузы пока еще нет. А вот сахар, да. Сахар уже начинает копиться. Это мне не нравится. Сахар начинает копиться. Его либо возить на этот склад. Так, что он тут с мясом? Мяса маловато. Вот мяса маловато, а пива, наверное, здесь тоже до сих пор нет, да? Да, пива здесь тоже маловато, но городок растет. Денвер начинает расти. Так, берем дорогу. Пока семафорчики, да? Но нужно еще, получается, нам с вами построить станцию ТО. Вернее, башню. За тридцатку. Отлично. Здесь разобрались. Дальше башня. Один локомотив. И надо будет копить на... На станции ТО. Кочегар прибыл. Ну, давай сюда. Ну, признайся. Тебе бы тоже хотелось работать на меня. Да вы задолбали мне переманить персонал, слышь? Переманивают и переманивают. Переманивают и переманивают. Собаки. С точку фуновации. За 100 вообще только получается вот здесь, блин. Можно что-то брать. Но пока копим 200. Деваться некуда. Так, башня, кстати. На башню с вами накопили. Отлично. Осталось теперь только на хотя бы на один локомотив. И дальше только на станции ТО. Только на станции ТО. Их надо все-таки построить. Жалко, что пока облигаться не могу никакие взять. Мы все еще выплачиваем. Охранник прибыл. Вот охранника можно поставить. О, тем более. Ребята спелись. Денвер рост до 20 тысяч. У нас теперь получается 4 города с населением в 20 тысяч. Это хорошо. 5 сельских станций подключено. Осталось еще 15. Здесь уже почти 600 вагонов перевезли. А вот квартальная прибыль упала. Упала очень прям мощно так упала. Так, ну все. На локомотив хватает. Здесь ничего не надо. Отсюда сюда поехал. Железо загружается. Дальше будем копить только на станции ТО. Шаен начинает расти. Да ладно. Скоро уже будет 40 тысяч. Надо будет думать по поводу предприятия. Я вот пока не знаю. Скорее всего, наверное, бумажную поставлю фабрику. Если, конечно, я успею это сделать. Бумажная фабрика стоит 250 тысяч. Либо все-таки копить деньги сейчас 250 тысяч на предприятие. Либо вообще с этими париться вопросом. Че построят, то и построят. Блин, ну сейчас будет 40 тысяч. Это однозначно. Так, укурузы перебор. Шаен рост. Отлично. Денег нет. 250 тысяч. Это многовато. Так, сколько грузов уже у нас 621 вагон привезли. Хорошо. Хорошо. Но уже середина 2012 года. Я думаю, должны успеть до конца. Нам пока не сообщат о том, что мы проиграли. Поэтому я думаю, должны успеть. Так, деньжат, в принципе, хватает на то, чтобы построить все-таки здесь станции ТО. Одна вот здесь. И одна все-таки вот здесь. Дальше, наверное, пойдет у нас с вами здесь станция. И будем здесь возить дерево. С углем, конечно, да, уголь. Если бы здесь поставить станцию, было бы классно. Можно было бы здесь возить с этой стороны уголь еще. Облигации, облигации. Что-то у меня очки инноваций не растут. 199. Маловато, конечно. Проводник. Проводника возьмем. Проводник нужен. Вот, поломка плохого состояния понеслась. Отлично. Ну, успели вроде как построить. 40 тысяч есть. Ставим маленькую станцию. К несчастью, один из твоих поездов не добрался до места назначения. К несчастью, да, но это ненадолго. Так, давай, наверное, вот так вот построим. Так ты не хочешь, да? Давай тогда вот так вот. 51 тысяча. Неплохо. 51 тысяча, и будет у нас с вами уже дерево. Я, наверное, не буду здесь строить башню к обслуживанию. Хотя, построить ее не мешало бы. Так, на одну дорогу хватило. Теперь на вторую. Еще 50 тысяч. Мне интересно, железо будет копиться? Или оно будет постоянно продаваться? Машинист прибыл. Отлично, подойдет. Машинист подойдет. Поздравляем. 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 Так, дорога. Есть дорога. Давайте посимофорчики и... Ставить, не ставить, не ставить башню. Мне прям сомнения гложат. Ну, будут деньги, наверное, поставлю. Пока буду копить на локомотив. Все-таки. Все-таки пока буду лучше копить на локомотив. Шейн как раз продолжит расти. Уже 41 тысяча. Неплохо. Сейчас сюда еще будем возить дерево. И будет вообще все шикарно. Это меня не интересует. Так, грузы. Настроить путь. Отсюда. Сюда. Поехал. Хорошо. С этим тоже разобрались. Сколько стоит предприятие здесь? 271 тысячу. Вот его, конечно, бы купить. Это было бы здорово. Наконец-то 200 очков инноваций. Ну, сколько можно уже тут у нас получается? Обслуживание. Либо расход песка из воды и смазки. Давай сюда все-таки лучше. Так, облигации какие-нибудь могу взять? Нет, до сих пор еще. С этим у нас серьезные проблемы. Так, с перевозкой. Осталось 300 вагонов. Я думаю, должны успеть. Ни сутоку мне не нравится эта квартальная прибыль. Которая очень маленькая. Совсем-совсем зазывала. Но он нам не нужен. Пока предприятие они не построили. Либо мы с вами успеем накопить 250 тысяч, чтобы построить здесь бумажную фабрику. Так, железо копится? Нет, железо не копится. Тут прям так и напрашивается постройка второго локомотива. Я все-таки хочу здесь предприятие свое открыть. Бумага пока вам тоже пока не нужна. Да, а нет, бумага, кстати, нужна. Бумага нужна вам. А вот вам пока бумага не нужна. Пока без бумажки. Но Денвер продолжает расти. И это хорошо. Журналист. Туда пока лучше деньги не трогать. Не тратить. Ну что, осталось, в принципе, совсем чуть-чуть. Уже 200 тысяч есть. Я просто боюсь, что сейчас накоплю 250 тысяч. У меня, этот, облигации погасятся. Какие-нибудь. Возможно. А может быть успеем накопить. Тут, в принципе, осталось чуть-чуть. Давай, 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 давай. Да что такое, ну? 7 тысяч кочегар. Кочегар. 246. Ну давай, давай, чуть-чуть. Осталось совсем чуть-чуть. Ну. Есть. Строим бумажную фабрику. Замечательно. Теперь мы с вами сможем сюда отправлять несколько составов с деревом, несколько составов с железом. Допустим, вот этот как раз у нас приехал с железом. Ему можно будет сейчас сделать дубликат. Шаен встает в позу. Ах, не закатывай скандал. Немного ругани в прессе еще никому никогда не вредило. Так, хорошо. Теперь дерево. Я думаю, построить все-таки здесь еще одну башню. Вот прям вот здесь вот. И надо будет накопить. Как раз он пока приедет до склада. Мы с вами сможем сделать дубликат. Когда сделаем дубликат, тогда надо подумать о производстве предприятия, об его улучшении. За 500 тысяч это, конечно, многовато. Но может быть облигаций. Да, мы с вами сможем взять облигации на 500 тысяч. Ух ты, круто. И таким образом расширить предприятие. Но мне кажется, пока, наверное, и так хватит. Сейчас посмотрим. У нас дерево вроде как есть. 0,8 и 1,6 получаем. Я, наверное, пока дождусь. Сейчас сделаю дубликат ему. Срок задания истек. Серьезно? Не успеваем? Но мне кажется, мы должны успеть. Это неправильная информация. Октябрь месяц. Еще ноябрь, декабрь. Два месяца еще впереди. Даже с октября 3 получается. Так, доехал до склада. Это меня не интересует. Дубликатик сделали. Бумаги пока еще на экспорт нет. Здесь либо рогатый скот сюда пустить. Вот эти два состава, которые мотаются в Шаен напрямую. Может быть здесь стоит указать рогатый скот. Да? Затем, значит, дороги сделать. Дороги сделать. Вот как-то так. Сейчас тут семафорчики поставим. Вот, отлично. Рогатый скот указали. Сейчас тогда перенаправим вот эти два локомотива. Или мы их продадим с вами. Так, ну раз ты у нас как раз выехал только в Шаен, да? Тогда пока оставайся. А мы тогда сейчас отправим сюда. Так, еще тут появился журналист. Но он нам не нужен. Пусть тогда он доедет. А я пока сделаю дубликат ему сейчас. Деньжат так хватает? Хватает. Так, что у нас тут с бумагой? Бумага, кстати, появилась. Появилось немножко мясо. Это хорошо. Бухгалтер. Так, кочегар есть и бухгалтер. На нового локомотива. Хорошо. И кочегар появился. Тоже, в принципе, хорошо. Срок задания истек, говорит. Все равно. Хотя мы за один месяц перевезли 100 вагонов. Я думаю, тут мы выполним это задание по-любому. Эффект соединения... Солк Лайк Сити. Нет, пока нет. Этим не занимаемся. Пока нет. Хотя нам нужно там и... Сколько там? 10 городов. Соселение в 20 тысяч. Но я думаю, это не проблема. Не такая большая проблема. Сейчас это квартальная прибыль и... Тысяча грузов перевезти. Пол ляма всего лишь накопили. Это просто пипец какой-то. Это очень мало. Так, ты у нас... Как раз тебя и продать. Отлично. Так, рогатый скот прибыл. И рогатый скот сюда приехал. Хорошо. Так, здесь это пассажиры. Ну и что? Сюда, в принципе, можно тогда мотаться товарнякам. Между Шайеном и... Каспером. Бумага здесь есть. Да, бумага есть на экспорт. Хорошо. Давайте делать товарняк. Проводник не нужен. Только грузы. Второй путь. В Шайен. О, вернее, в Каспер. Ожидает свободных путей. Проводник. Проводник мне нужен. У меня еще есть составы, куда можно поставить проводника. С точков инноваций. Увеличиваем тяговую мощь локомотива. Отлично. Дальше 200 сюда. И 200 сюда. Тем временем с вами накопили 400 тысяч. Срок задания истек. Да почему истек-то еще целый месяц? Осталось всего лишь там... Каких-то вшивых 15 вагонов. О чем вы говорите вообще? Вот это вот задание, возможно, истек. Вот тут я не поспорю. Потому что 2,5 миллиона накопить, блин, это очень сложно. Ну и осталось-то фигне. 8 вагонов. По вашим путям перевезены значительные объемы грузов. Так, возможно, вот это вот золотое, это выполнено на золото, да? Это слишком поздно. Понятно. Это, наверное, тоже будет зеленое, скорее всего. Потому что сложно квартальную прибыль делать. Мне всегда было сложно квартальную прибыль делать. Всегда. Так, на складе ничего не копится? На складе вообще ничего не копится. Это хорошо. Это хорошо. Надо будет развивать предприятие сейчас. Денег есть. Отлично. Еще больше бумаги. Еще больше денег. Так, ну надо думать по поводу квартальной прибыли все-таки. Все-таки по поводу квартальной прибыли. Даже миллиона нет. Это жесть какая-то. Даже нет миллиона. Хотя пассажиры, да, не уступают перевозке грузов. Это круто. Так, кто у нас тут прибыл? Машинист. Машинист. Пойдет. Так, какой-то у нас неприбыльный. А, с деревом проблемы, да, у нас? Пока неприбыльный. Ты, скорее всего, тоже у нас дерево, тоже пока неприбыльный. Ты у нас с кукурузкой. У нас много кукурузы. У нас сахара много. Вот это вот мне не нравится, что у нас очень много сахара. Надо будет, наверное, сейчас здесь соединяться. И сюда возить на склад сахар. Кукурузу, наверное, сейчас укажу. И сахар укажу. Так, как бы здесь соединиться там? Наверное, лучше как-то вот так вот. Симафорчики. Так, а что у нас здесь нет симафора? Вот так вот. Так, ну что, получается, здесь берем сахар. В вагон холодильника, наверное, добавлю. Отсюда. Сюда. Да, он загрузил сахар. Это молодец. Это хорошо. Так, это эффект соединения. Все до сих пор в Султек-Сити. Это нам сейчас невыгодно. Из-за недостатка оборудования. А, так у нас здесь башни, друзья, с вами. У нас с вами здесь нет башни. Да, тогда построим здесь башню. Пусть стоит. Пусть там стоит еще одна башня. Не страшно. А, возможно, вот эту башню я снесу сейчас. Шаен Рост. Это хорошо. 60 тысяч, получается, у нас есть. А вот эту башню, наверное, я снесу. Объект используется. Да ты издеваешься. Шаен Каспер. А, ну да, обратно, получается, он едет по 100 без ничего. Здесь нет такого нужного товара. Если, кстати, скоро будет 40 тысяч, вы, может быть, подумать о том, что здесь строить тогда. Какое предприятие. Нужен хлопок, тогда можно будет сразу ткань. Вернее, одежду сразу напрямую. Но здесь хлопка нет. Литейка пока тоже не нужна. Кстати, у меня 300 тысяч. Я могу тебя купить? Блин, он уже где-то 307 тысяч стоит. Собака, 307. Вот, теперь могу. Я же покупаю без всяких аукционов. Это хорошо. Это хорошо. Значит, строим здесь маленькую станцию и... Производим железо в нужном количестве. Так, 23 тысячи надо будет на дорогу. Шутник. Какая там веселая загадка. Прямо просто умпомрачительна. Еще 22 тысячи. Сколько мы сейчас производим? Зарабаба Геймс. Новая связь. Содневно 16 танцев. Хорошо. Сколько сейчас производим железо? 0,8 за неделю. А мне надо по заданию 10 грузов в неделю. Ну, это надо будет только расширять. Расширять здесь, расширять... Покупать и расширять здесь. Кстати, нифига себе. Уже четвертого уровня. Сколько ты стоишь тогда, друг мой? 4 миллиона. 5,5 за неделю. Неплохо. Так, погода. Все портит. На башенку чуть не хватает. Башню прямо здесь поставим. И вот, получается, вам еще один состав. Охранник. Вот пусть будет охранник здесь стоять. Отсюда. Сюда поехал. Так, железо поехало. Все хорошо. Расширение предприятия. Это, конечно, дороговато. Да, полляма. Железо еще вот здесь вот есть у нас с вами. Но у нас выполняется здесь задание по перевозке грузов, железа, 500 вагонов. Осталось только еще уголь перевезти. Но уголь пока никому не требуется. Уголь только требуется, получается, здесь, в Шайене. А я не могу здесь поставить станцию? Нет, к сожалению, не могу. Только так смогу. Только так смогу. Либо как-то вот так, а потом мостами. Возможно. Ну ладно, пока подумаем. Машинист. Машинист. Перевозка грузов, кстати. Тут нужно посоревноваться. Если денег хватит. Скажи, ты всегда так медленно соображаешь? Я уже сделала ставку. Так, 200 очков инновации у нас есть. Давайте, наверное, скорее всего, пока в обслуживание. Чтобы быстрее обслуживались. Потом уже в надежность. Денвер вырос. Вот Денвер вырос. Это, конечно, хорошо. Здесь можно вот построить ателье, друзья мои. Ателье за 250 тысяч. Сюда возить хлопок. На склад, конечно, можно, кстати, возить. Да, на складе еще есть место. Это замечательно. Значит, будем копить 250 тысяч и открывать здесь предприятие в Денвере свое по производству одежды. А одежду уже можно возить между двумя городами. Даже между тремя. Я, правда, не знаю, здесь требуется одежда. Мне кажется, здесь пока одежда вообще не требуется. До одежды пока далековато. А вот одежда в Денвере тоже пока не нужна. 50 тысяч нету. 55 даже. А вот в Шаен одежда будет нужна. Да. Одежда, мебель. Давайте пока начнем с Денвера. Отлично. Здесь указываем хлопок. Здесь строим маленькую станцию. И давайте загружать. Я думаю, как-то, наверное, вместе соединимся. 17 тысяч есть. И отсюда. Не хватает. Чуть-чуть не хватает. А теперь уже хватает. Дальше семафорчики. Отлично. Так, башня, по-моему, здесь есть. Да, но, конечно, далековато. Может, стоит построить здесь где-нибудь башню. Вот тут примерно поставить. Потому что как-то путь длинный будет. Хотя вроде хватает. Но мне кажется, стоит все-таки поставить башню еще одну. Сейчас заодно и проверим. Да, он заправляется, значит, хватает. Значит, нужна здесь башня по-любому. Берем локомотив. Нам, конечно, надо уже менять локомотивы на более новые. Но это столько денег стоит. Так, есть один. Так, есть один. Сразу делаем в обратном направлении. Отсюда. Сюда. Поехал. Открытие центрального вокзала. Самая большая станция в мире в Нью-Йорке. Так, кто прибыл? Прибыл проводник. Проводника можно поставить. У нас еще, по-моему, есть составы, где требуется проводник. Да. Хорошо. Поломался. Поломался-то плохо. Ну, тут вроде как есть станция ТО-то везде. Так, что у нас там с квартальной прибылью? Ну, вот уже ближе-ближе подходим к миллиону. Хотелось бы, конечно, побольше и побыстрее. Потому что уже тринадцатый год идет. А у нас даже еще миллиона нет. Это нехорошо. Так, что у нас здесь в Денвере? В Денвере пока еще нет хлопка. Предприятие расширить опять полмиллиона требуется. Да. Облигации я, по-моему, могу взять. На 744 тысячи. Не хотел бы. Так, железо здесь не копится? Дерево начинает копиться? Или просто дерево тут разгружает? Нет, дерево просто разгружает. А так бумага имеется. Да, так, что у нас? Новое предприятие в Милфорде. Не-не-не-не-не. Вот никак не хочу. Рекрутер. Пока не нужен. Мне сейчас квартальная прибыль волнует. Станции вот эти потом я подключу. Так же, как и города. Не производим в нужное количество железа еще. Тоже важная вещь. Но здесь я карьеру не смогу купить. 30,5 миллиона. Офигеть. Это если облигации взять на 3,5 миллиона, это, конечно, будет круто. Пока получилось только сюда развиваться за полляма, да? И сюда развиваться за полляма. В Денвере. Одежду. Вроде как хлопок есть. Каспер растет. Ох, он вырос, друзья. Каспер вырос. Что здесь строить? Здесь дерево есть. А, ну тут мебельная уже есть. Фабрика. Невыгодно. Мебельная фабрика. Невыгодно. А что что-то построить? Кондитерская фабрика здесь тоже не нужна. Издательство тоже пока никому не нужно. Блин, даже не знаю, сейчас что-нибудь. Либо они сами построят. Сыр никому не нужен. Сталилетейный завод никому не нужен, потому что сталь не нужна. Цемент, кстати, нужен. Ну. Цемент это, конечно, хорошо. Цемент-то есть где брать и вывозить. Но нет ни одного свободного склада. А, нет, почему? У нас здесь есть место как раз для склада-то. Тут, конечно, не очень выгодно. Ладно, пока я расширю здесь железо. За полляма. 1,6 за неделю. А если здесь железо выкупить? Сколько ты сейчас стоишь? 300 тысяч. 300 тысяч. И возить железо сюда же опять, да? Ну, кстати, надо будет, да, потому что... А, уголь нет, уголь не получится. Здесь же у нас дерево. Дерево рогатый скот. Либо здесь склад с насел. Вот жалко, что склад нельзя улучшить. Список поездов. Все прекрасно. Но склад я могу снести, потому что у меня здесь нет ни одного товара. И перенастроить. Это будет классно. Хм, надо бы подумать. Кочегар прибыл тем временем. Не подходит. Кочегар. Ну, давай сюда поставим кочегара. Потому что нам нужно еще железо с вами перевозить. 500 вагонов. Но я думаю, вот эти вот два задания, они не... Не проблемно. Главное, это сейчас квартальную прибыль сделать. А вот это реально проблема. Так, железа здесь нет, кстати. Оно грузится, да? Но здесь не складируется. То есть второй состав... Отсюда отправлять это бесполезно. Предприятие здесь расширять это... Миллион требуется. Это очень много. Так, кто прибыл? Кочегар прибыл еще один. Я могу взять еще одни облигации на 800 тысяч. Как раз будет тебе миллион. Вот очки на вас очень медленно копятся. Это вот плохо мне не нравится. Надо строить университеты. Ткань... О, вернее, одежда, кстати, у нас нормально так пошла. Прям хорошо. У нас здесь есть товарняк? Шайен, Денвер. Маловато, да? Одного товарняка маловато. Давай тогда делаем еще один товарняк. Только грузы. Отсюда. В Шайен. Нам бы, конечно, станции порасширять бы. Мясо-то комбинат не интересует. Тут даже смысла нет пока предприятие расширять, потому что... 11 шмоток на складе. Думаю, пока нет. Ну, смотри, уже мясо есть. Бумага есть. Необходимо 70 тысяч. Тогда потребуются... Свечи. Это же какой-то шоколад, нет? Какие-то свечи, почему-то. Трудности в Шайен. Ой, разгромная статья? Да кто в наши дни читает газеты? Ну, кстати, если здесь будет 70 тысяч, можно будет тогда там открыть предприятие по производству этих свечей. Я почему-то думал, что это шоколад. В общем, написано кондитерская фабрика, почему свечи? Странно. Ну, ладно. 70 тысяч, конечно, здесь я не смогу развить. Сюда либо фрукты ввозить, либо вот что-то одежда еще будет, кстати. Давай здесь укажем фрукты. Строим здесь маленькую станцию. Так, ну и, наверное, все-таки вот сюда. Вот так только, если я сделаю чуть-чуть подальше. Так. Здесь будет своя башня, поэтому пофигу. Сюда, сюда. Так, здесь семафорчики. Отлично. И башня будет своя, как уже сказал. Вот здесь вот. Давай опускать локомотив. Одного вполне хватит, мне кажется. Раз у нас там сахар, кукуруза копится, то одного вполне хватит. Если только поставлю вагон-холодильник. Дримлайнер на всех парах. Хадсон 464 поглотила 132 км в час. Поздравляю. Так, фрукты поехали. Шаен начинает расти. Это хорошо, потому что, видать, шмотки привезли. Да, шмотки привезли. Молоко, мебель. Но я тут говорю, опять же, получается, надо будет либо склад сносить. Потому что молоко, в принципе, возить можно будет отсюда. Либо здесь станцию расширять по максимуму и сюда возить молоко. Кстати, почему бы и нет? Не понял, а почему нельзя дальше расширить станцию? Вот тебе и раз. Станцию нельзя расширить до семафоров. Вообще никак. То есть ее надо будет сносить. Вот это уже не вариант. Вот это мне не нравится, что они так сделали. Плохо, что нельзя расширять станции обычные до станции семаформи. До этого было в прошлом году, в этом году уже нельзя. Так, 200 очков инновации у нас есть. Открываем. Скорый можно будет сделать, да? Надо будет только 300 очков. Так, что у нас тут? Миллион, квартальная прибыль. Миллион, ну как раз у нас уже половина. Тринадцатого года прошла, вторая пошла половином. Осталось полтора года и надо будет успеть сделать два с половиной миллиона. Это, конечно, круто. Бонус, кстати. Вот тебе и бонус за новое предприятие. Я хочу построить здесь вот эту вот кондитерку, но я не могу ее поставить, потому что она пока не требуется, блин. Ох, сейчас бы в Шайен бы 70 тысяч бы. Либо этого рекламиста бы. Посредник, рекрутер. Давай возьмем посредника, пусть там на аукцион. На следующий. Ох, Шайен, давай до 70 тысяч побыстрее разовеси. Рекламист прибыл, отлично. Рекламист, мне нужен Шайен. 70 тысяч, давай быстренько сделаем и все будет шикарно. Есть. Отлично, строим здесь предприятие, получаем еще за это деньги. Не понял, почему кондитерская фабрика не требуется? Что за бред? Что за нафиг? Вот же, требуются свечи. В чем проблема? Алло, гараж, строй предприятие, я тебе говорю. Вот, это другой разговор. Так, здесь требуется, получается, сахар и пшеница. Сахар-то, по-моему, я здесь видел, да, вот пшеницу. Что-то как-то я не замечал здесь. Блин, как же тогда мне делать? Где брать пшеницу? А вот пшеница. Есть пшеница, значит, строим здесь склад. Но теперь уже построю здесь большой склад с семафорами. За 300 тысяч. Во, вот как-то так вот нормально будет. Нормальная дорога здесь. Все прекрасно. Теперь, значит, маленькие две станции с пшеничкой. Вот так. С молочком. И с сахаром. Замечательно. Так, начинаем тогда проводить дороги здесь. Можно немножко уменьшить цены. Вот, за 50 тысяч нормально. Отлично. И вторая дорога сюда пошла. Не забыть, что поставить станцию ТО на складе. Семафорчики. Указываем сразу здесь сахар, молоко и пшеница. Пока я не забыл. Так, башню одну поставлю. Сразу здесь станцию ТО. Пшеница. Сахар и молоко. Максимальная загрузка. Отправляем. Локомотив. Их надо будет два. Потому что все-таки сахар будет постоянно требоваться. Отсюда сюда. И в обратную сторону. Отлично. Дальше. Давай соединяться, наверное, сразу с пшеничкой. А потом уже с молочком. Так, мостов ничего нет. Покупаем. Молоко можно вообще отдельно пустить дорогой. Так, хорошо. Башня. Давай, наверное, башню вот так вот поставим. И теперь молоко соединяем вот сюда. Но я ее проведу вот так вот. Чтоб через башню проезжало молочко. Сразу сюда. Здесь одного состава вполне хватит с молоком. Если бы мы сыр делали, было бы классно вообще. Так, стоп. Ты куда мне оказал? О, сюда. Так, здесь как-то хреново. Ну да ладно. Станцию я поставил? Ты его поставил? Хорошо. Берем локомотивы. Вагон, холодильник. Пока с пшеничкой. Отсюда сюда поехал. Так, и давай теперь молочком. Шайен продолжает расти за Баба Геймс главный перевозчик. Хорошо. Все, замечательно. Надо будет придумать по поводу замены все-таки локомотивов в грузовых. Мой шпион сообщает, что в твоем исследовательском отделе срочно требуется навести порядок. Так, здесь можно... Либо литейку. Литейка, по-моему, еще здесь не требуется. А куда тогда литейка-то? Да вообще не нужно, что ли, никому литейку? Медицинское страхование увеличивает количество новых соискателей, не считая преступников на 20%. Ну, давай возьмем. Так, что ж тогда здесь открыть? Может быть, издательство открыть? Бумага есть. Химикаты мне нужны. Давай издательство откроем. Здесь же как бы уже требуется. Прям здорово будет. Своё издательство, всё хорошо. Так, здесь предприятие миллион требуется. Сколько у нас там квартальная прибыль? Квартальная прибыль миллион. Как был миллион, так и остался миллион. Миллион четыреста почти. Оба машинист есть. Шпион. Отправляем к Беатрисе фон Шик. Бандита к Дону Лоренцо. Нет доступных. Ну, давай Беатрисе фон Шик. Трудности в Шайен. Я отправил к тебе кое-кого, кто умеет внимательно слушать. Ничего, ничего. Потом я отправлю. Не переживай. Так, у меня очень много получается сахара. У меня есть пшеница. Но у меня сейчас не хватает этих свечей. Мне надо будет предприятие расширять. Но сначала надо будет все-таки купить предприятие здесь свое. Получен Хадсон, кстати. Надо посмотреть, что за Хадсон. Ой-ой-ой-ой. Отменить. Не подходит охранник здесь. Давай сюда. Это другой разговор. Так, Хадсон. Хадсон у нас скорый. Два машиниста, кстати, есть. Открываем здесь издательство. А, уже требуется, кстати, литейку можно построить. Литейку можно будет построить. А куда тут потом литейку возить? Да, наверное, все-таки в издательство. Бумага есть. Мне кажется, лучше пусть будет издательство. Проводник. По-моему, проводник мне не нужен. Зарбаба Геймс оставил всех позади. Стоимость достигла с 10 миллионов. Это хорошо, что 10 миллионов мы с вами достигли. Но вот проводник пока мне не нужен. Мне, по-моему, все пассажирские укомплектованы. Да. Проводниками все укомплектовано. Мало. Квартальная прибыль мало. Мне не нравится, что столько мало. Начальник станции прибыл. Хорошо. Начальник станции есть. Так. У нас здесь сколько населения? 30 тысяч. Давайте, наверное, потихонечку соединяться. Здесь 25 тысяч, кстати. Здесь мясо. Здесь пиво. Мясо есть? Мясо есть. А пиво есть? Пиво есть. Ох, как хорошо. Давай строить тогда станцию. Маленькую или обычную? А, это станция вот такая вот. Как бы в одну сторону только получается, да? Интересно. А склад. Склад. В чем разница вот этого склада от того склада? Здесь есть... По-моему, здесь есть это... Башня обслуживания по центру. Да, действительно. Вот это интересный момент. Хм, круто. Так, 100 очков и 20-то мало. Персонал. Рекламист. Но рекламист мне не нужен. У меня нет такого задания, чтобы развивать города до какого-то числа населения. Давай все-таки пока с этими, с городами. Следующий, наверное, у нас будет с вами... Гранд Джанкшен. Здесь немножко не хватает до двадцатки. Но сюда можно будет возить потом мясо. Кочегар прибыл. Кочегара можно будет взять. Станция, наверное, Денвер Рост. Вот это хорошо. Построим, наверное, университет, да? Так, а Каспер пока не растет. Да, до 60 тысяч, пока Каспер не вырос. Значит, подключаем туда города. Я думаю, будем подключать маленькими станциями. Не будем особо тут... Заморачиваться. Здесь не забываем сразу поставить станцию ТО. Чтобы была... Ну и давай прямиком вот сюда. Без всяких туннелей. Мост только один. Ну и, в принципе, и все. Второй путь я, наверное, не вижу смысла здесь строить. Хотя у меня получается пять городов, но он не имеет 20 тысяч. Но скоро будет иметь. Следующий город, который мы с вами подключаем. Но здесь нет 20 тысяч. Тогда ты не подключаем у тебя. Мы подключаем, наверное, все-таки тебя. 45 тысяч. Забабай геймс. Новая станция. Среди на 23 станции. Хорошо. Давай сюда. Маленькая станция. Этому городу на самом деле не нужна еще одна станция. Да я не спорю, мать. Ну, мне просто по заданию надо. А так-то по барабану мне. Где мой город-то? Вот он. Так. Здесь у нас большой такой мостик. Здесь мост не нужен. Во. Вот так вот нормально. Здесь, конечно же, это перебор. Так, так. Здесь опять какой-то мост. Вот так вот. Ну, неплохо. Неплохо. 370 тысяч надо будет накопить только. И, в принципе, и все. Можно будет только пассажирский пустить, допустим, да? Надо еще подумать. Эффект соединения. Неплохо бы. Рост 20 тысяч есть. То есть уже получается 5 городов. Все прекрасно. Да, вот здесь бы, конечно, бы железо бы возить. То есть построить сталилитейный завод. Было бы классно. Сталь тогда можно было возить в Шайен. Эффект соединения. Сколько ты стоишь? 332 тысячи. В принципе, это возможно. Но я могу сделать сюда железо. Но только оно здесь потребляться-то не будет. Но вот что плохо. Так. Он пустой. Мебель здесь есть. Но, получается, мебель здесь не требуется. Да? В Каспере. Да. Мебель пока еще не нужна. Мебель нужна будет на 60 тысячах. А до 60, пока мы сейчас мы не догнали. Так, кстати, дорога. Отлично. Зарабая геймс, учителяет свою сеть. Путь длиной в 7 тысяч километров. Хорошо. Так, прибыл у нас Качегар. Посредник и рекламист. О, кстати, рекламист мне нужен в этот, в Каспер. Рекламист нужен в Каспер. Отлично. Пусть развивается Каспер. Здесь нужен мне, получается, этот, Качегар. Да, у нас еще есть. Да. Качегар, Качегар. Качегар ставим сюда. И, наверное, будем на сегодня заканчивать серию, потому что уже времени очень много прошло. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.